По всей стране состоялся праймерис «Единой России». Как прошло масштабное народное голосование и каковы его предварительные итоги, расскажем через несколько секунд. С итогами дня в студии Ирина Цепетова. По всей стране сегодня подсчитывают результаты предварительного голосования «Единой России». В Ненецком округе они уже известны. На предварительном голосовании для последующего выдвижения от «Единой России» кандидатов депутата Госдумы 7-го созыва победил секретарь Ненецкого регионального отделения партии, депутат окружного собрания депутатов Сергей Коткин. Его поддержали 32,41% жителей Ненецкого округа, пришедших на предварительное голосование в воскресенье. Второе место занял депутат Архангельского областного собрания депутатов Матвей Чупров. Он набрал 24,41% голосов. Третье – заместитель губернатора, руководитель департамента образования, культуры и спорта НАУ Галина Медведева. 16,22%. Явка на праймере составила 7,01%. В абсолютных цифрах это более 2000 человек. По словам председателя региональной счетной комиссии по проведению предварительного голосования Людмилы Тоскаевой, результаты голосования пока являются предварительными. Окончательные итоги будут подведены во вторник, 24 мая. Предварительное голосование, организованное партией «Единая Россия» в воскресенье прошло по всей России. Граждане страны определили наиболее предпочтительных для них кандидатов на всех уровнях – муниципальным, региональным и федеральным. В Ненецком округе, как и по всей России, счетные участки открылись в 8 часов утра. «Хочется, чтобы в нашей стране был порядок. Вот и все. И хочется выбрать достойных депутатов, чтобы они защищали наши права. Вот. Ну, хочется жить достойно, так скажем. Для этого мы пришли, проголосовали. Жизненная позиция, убежденность полная, что нельзя пропускать такие политические мероприятия». По всей стране прошло предварительное голосование «Единой России», в ходе которого избиратели в каждом регионе сами определяли кандидата от партии на думские выборы в сентябре. Процедура «Праймерис» для «Единой России» не нова, но в таком масштабе единороссы использовали ее впервые. По всей стране было организовано около 20 тысяч избирательных участков, из них 12 в Нинницком округе. «Всего у нас количество бюллетеней 4 955. Как я уже сказала, большая часть бюллетеней 2,5 тысячи – это город и искатели, по тысяче на два городских участка и 500 – искатели. И на село отправлено от 200 до 350 в зависимости от количества избирателей». Для всех, кто пришел в этот день на избирательные участки, полагался один бюллетень. В нем имена семи кандидатов. Это Сергей Коткин, Галина Медведева, Екатерина Бурдикова, Матвей Чупров, Евгений Семко, Анатолий Курленко и самый молодой выдвиженец Максим Свиридов. Еще на этапе подготовки к предварительному голосованию из гонки по собственному желанию выбыл Виктор Кмить. «То количество кандидатов, которое было зарегистрировано, оно во многом, ну, спектр всех возрастных социальных групп здесь есть представлены. У нас кандидаты даже беспартийные. То есть это очень важно, что у избирателя и у жителя округа есть возможность выбрать из, на конечной стадии, из семи кандидатов достойного. Тем самым мы легитимизируем процесс избирательный и впоследствии мы можем говорить о том, что действительно кандидат появился не из какого-то мешка или из угла выше, а партия «Единая Россия» выдвинулась действительно народного кандидата, которого поддерживает большая часть избирателей. Уже вопросов, откуда этот кандидат, кто его поддержал, каким способом он стал кандидатом депутата Государственной Думы, уже фактически отпадает». Схожую мысль, но уже лидера партии, цитируют федеральные СМИ. Дмитрий Медведев отдельно подчеркнул, что на домских выборах никаких договорных списков, проталкивания удобных людей не будет. Игра в поддавки нам не нужна, и тепличные кандидаты нам не нужны. Только те, кто получит реальную поддержку людей, будут участвовать в выборах депутатов Государственной Думы. Другого способа попасть в список «Единой России» просто нет. С лидером партии согласен и секретарь регионального отделения партии Сергей Коткин. «Для нас очень важно, чтобы как можно больше поучаствовал жителей округа в этой процедуре, потому что чем больше будет людей, тем более будет объективный выбор. Мы действительно единственная политическая партия в России, которая пошла на этот шаг. Нашему кандидату, прежде чем заявиться на большие выборы в сентябре в Государственную Думу, он должен пройти вот это народное сито. Если он получит доверие жителей округа на предварительном голосовании, никаких договорных списков, никаких назначенцев в партии власти у нас не будет. Причем участвуют на этих предварительных голосований, вы видите, люди, начиная от председателя Государственной Думы, заканчивая рядовыми жителями в самом отдаленном населенном пункте. Никакие регалии, никакие звезды, никакие заслуги здесь не помогут, никакое протеже не будет в данном случае. Вот это, я считаю, большой плюс, поскольку он дает возможность молодым политикам влиться, войти в политику, зная о том, что никто его не будет подрезать». В отличие от официальных выборов, на праймерис можно проголосовать за неограниченное число претендентов, то есть поставить галочки за всех, победителей определит рейтинг. Вместе с жителями региона на предварительное голосование пришли и те, кто претендует на место кандидата от партии на думские выборы. «Я считаю, что это очень правильная система, потому что она начинает привычать наше население к тому, что все-таки состоятся основные выборы в сентябре, и уже внимание к этим выборам создается заранее». «Чтобы, не знаю, может, несколько кандидатов не выдвигать, а можно сразу же сориентироваться на того человека, которого уже выбрали на праймерисе народа, то есть они уже будут знать и понимать, что у него есть поддержка». «И дальше «Единая Россия» в нашем регионе будет вести того кандидата, которого поддержали уже на праймерисе люди. И когда будет общее голосование, то «Единая Россия» выставит не 8, как вот сейчас, да, или 10, там, может быть, кто-то бы еще был, или еще сколько-то, а выставит одного кандидата, который пойдет. И, с другой стороны, это не будет мелкое растаскивание голосов, которые очень в таких больших, мы говорим, выборах, иногда приходят к тому, что приходится еще раз голосовать». «Оно, в принципе, позволит не только отсеять кандидатов, но и вычистить ту программу, с которой будущий кандидат, который будет баллотироваться в Государственную Думу, пойдет на выборы, а потом будет отстаивать, находясь в Государственной Думе, то есть будучи уже непосредственно депутатом». «Мы немножко должны менять все-таки избирательную систему для привлечения людей, чтобы люди действительно реально осуществляли управление и государством, в том числе и в Государственную Думу. Нужно менять, нужно привлекать. Сейчас активность населения очень слабая. Я думаю, что именно для повышения активности необходимо проводить такой праймерис». «Предварительное голосование – это вообще очень важный момент в жизни округа, потому как он выявляет лучшего кандидата от «Единой России» для выдвижения в Государственную Думу выборы. То есть эта честь нам предоставлена за последние лет 15, предоставить своего кандидата от округа. И это, наверное, очень интересно будет и для всех жителей округа, потому как наш кандидат будет работать в том числе и для благополучия жителей нашего округа». Напомню, что предварительное голосование «Единой России» выявляет кандидата от партии в депутаты Госдумы. Далее он будет участвовать в больших выборах, которые состоятся 18 сентября текущего года. Возможность избрать своего кандидата предоставлена регионом впервые с 2011-го, когда выборы в Госдуму начали проходить только по партийным спискам. Смешанная избирательная система вернула жителям нашей страны возможность самим выбирать свое будущее. Избирательный участок в день предварительного голосования посетила глава региона Игорь Кошин. После, в беседе с журналистами, губернатор назвал предварительное народное голосование «Единой России» полезной процедурой. «Народное голосование, процедура выдвижения, в том числе и нечленов партии «Единой России», позволяет получить еще дополнительный срез. Срез тех проблемных вопросов, позволяет получить те предполагаемые пути решения, потому что кандидаты проводят очень много встреч в рамках внутрипартийного голосования, в рамках народного голосования. И мы встречались с кандидатами, мы договорились, что сейчас по итогам голосования мы проведем еще одну встречу, и каждый поделится со своими предложениями. И поймите простую вещь, человек, который участвует в предвыборных дебатах, который участвует в предвыборных встречах, он по-другому немножко смотрит на проблемы, и появляются новые решения. Я с радостью их рассмотрю, и надеюсь, мы совместными усилиями сможем как минимум еще одну проблему решить». Избирательные участки предварительного голосования закрылись в 8 часов вечера. По всей стране праймерис прошли спокойно и организованно, а наблюдатели нередко отмечали праздничное настроение, с которым люди шли на выборы. Ирина Цепетова, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Водоподготовительная установка есть, а чистой воды нет. Жители Норминосы беспокоят отсутствие чистой воды в поселке. Прибили в соответствие с федеральным в регионе появился обновленный закон о ГЧП, готовый к практической реализации. Вопросы ГЧП урегулировали. Окружные законодатели приняли во втором чтении поправки в закон об участии Нинецкого округа в государственно-частном партнерстве. Привести в соответствие с федеральным законодательством региональные законы о государственно-частном партнерстве субъекты должны до 1 июля текущего года. Изменения утвердили на очередной сессии. Всего в повестке дня значилось 43 вопроса. Окружной закон о ГЧП был принят в регионе еще в 2011 году и до настоящего времени не находил практического применения. Сегодня документ приведен в соответствии с федеральными нормами. Изложены полномочия органов государственной власти округа. Заявлено об участии губернатора округа при реализации государственно-частного партнерства. Перечень полномочий администрации округа дополнен полномочиям принимать решение об использовании объектов, находящихся в государственной собственности Нинецкого автономного округа. Проекта государственно-частного партнерства. При этом использование недвижимого имущества, стоимость которого превышает 25 миллионов рублей, согласовывается с собранием депутатов округа. В законопроекте разграничены полномочия округа как публичного партнера, осуществляемые администрацией округа и уполномоченными органами. Приведем в соответствие с федеральным законом, а значит, должен стать действенным инструментом, направленным на обеспечение стабильных условий развития ГЧП, привлечение и эффективное использование государственных частных ресурсов для развития экономики и социальной сферы округа, повышение качества жизни населения. Говоря простыми словами, ГЧП – это альянс государственной власти и частного бизнеса с целью реализации общественно значимых проектов в широком спектре сфер деятельности. В России этот механизм работает уже более 10 лет. ГЧП-проекты реализуются прежде всего в транспортной сфере и коммунальном хозяйстве. Самый успешный ГЧП-проект в масштабах страны – реконструкция и модернизация аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге. Процесс проходил при совместном участии бизнеса и власти. Удачный пример есть и в сфере здравоохранения, когда, например, на базе заброшенной поликлиники частное лицо открывает платную клинику, но в рамках соглашения обязуется определенному кругу лиц оказывать бесплатную медпомощь среди успешных проектов и передачи объектов туристического обслуживания. Задача Неницкого округа – сегодня перевести закон ГЧП в практическую плоскость. Жители Нельминоса беспокоят проблемы чистой воды. Об этом на еженедельной планерке при губернаторе по видеоконференцсвязи сообщила депутат поселкового совета Галина Вылка. По ее словам, в населенном пункте есть исправная водоподготовительная установка, но сегодня она не функционирует. В ходе обсуждения вопроса стало известно, что водоподготовительная установка «Чистая вода», которая содержится на балансе северожилкомсервиса, сегодня законсервирована. По словам главы администрации Заполярного района Олега Холодова, оборудование, о котором во многих населенных пунктах могут только мечтать, в Нельмином Носе оказалось невостребованной. Больше хода содержали БВПУ в исправном состоянии. Плату за воду не предполагалось брать, население не взяло ни литра. Мы заплатили северожилкомсервису, компенсировали затраты на электроэнергию, потому что зимой БВПУ надо содержать в плюсовом режиме. Там порядка, не помню сейчас, 600-700 тысяч, только на обогрев ушло. После того, как больше года население не взяло ни литра, мы ее просто законсервировали. По словам исполняющего обязанности главы Малоземельского селесовета Николая Морюева, водоподготовительная установка вырастаивала без дела в силу ряда причин. Население предпочло воду из реки, воде из скважины, потому что последняя была плохого качества, с запахом хлора, и после нагревания образовывала накипь. Это техническая вода. По цвету она белая, приносят домой. Утром принесут, а вечером она уже темнеет. В 11-м, 12-м, 13-м, когда она у нас была, мы ее функционировали, мы направляли в Роспотребнадзор. Вода не соответствовала. Затем сервисам сервису передали, они направили в Архангельск, и у них почему-то вода стала соответствовать сразу всем параметрам. Хотя округ не пропускал эту воду. Тогда они начали воду выдавать населению, но население не брало, а брали только детский сад, школа. Но там дети отказывались воду такую пить. Ну, с привкусом идет вода. Там есть задумки, что надо переносить эту установку в другое место. Но там опять проблема в том, что надо линию электропередач прокладывать и тротуары ставить для населения. Она в отдалении находится от поселения, от поселка. Но там вода чистая. Пока вопрос с установкой «чистая вода» остается открытым. Расконсервировать скважину, из которой население не будет брать воду, слишком накладно для предприятия. Ее содержание стоит 50 тысяч в месяц. Глава региона поручил Заполярному району разобраться в этой ситуации. Ненецкий округ присоединился к Всероссийскому дню посадки леса. Сменили прописку. Саженцы березы и ели, выкопанные на территории трассы газопровода, теперь будут жить в городе и поселке Искателей. 21 мая прошел Всероссийский день посадки леса. К традиционной акции впервые присоединился и наш регион. В субботний день более 300 жителей окружной столицы и поселка Искателей высадили 430 саженцев березы и ели. Откуда поступили новые деревца и сколько должно прижиться, расскажем далее. Каждая новая березка или елочка, посаженная в субботний день, адаптирована к условиям Крайнего Севера. Саженцы брали в районе трассы газопровода Нарьенмар-Красное. Это так называемая полоса отчуждения. В данном случае мы выкапываем деревца для пересадки с полосы отвода газопровода. Значит, эта полоса отвода, растительность должна как бы вырубаться, расчищаться, не допускаться зарастания. Поэтому, скажем, никакого ущерба не наносим. Тем более, что в этом году запланирован ремонт этого участка. И здесь будут проводиться строительные работы. Сбор посадочного материала в районе озера Харитоновка прошёл накануне. Участие в подготовке приняли работники окружных предприятий и учреждений. Мы приехали с частью сотрудников фонда поучаствовать в этой акции. Выкопали уже с утра более 12 деревьев. Копка идёт хорошо, земля сухая, дожди нам не помешали. Поэтому план выкопать 50 деревьев. Часть этих деревьев будет украшать два рыжевых домов. Территорию около школ, детских садов, административных зданий. Также акция по посадке леса прошла около Краеведческого музея и ЗАГСа. А в посёлке Искателей высажена целая аллея геологов. Всего было подготовлено 430 саженцев. К их отбору подходили ответственно. Деревце должно быть высотой от 70 до 150 сантиметров. С хорошим прикорневым куском земли. Именно у такого больше шансов прижиться на новом месте. Важен и сезон посадки. В этом году впервые деревья в регионе пересаживаются весной, а не осенью. По сравнению с весной и осенью, всё-таки деревья должны приживаться лучше весной. А у нас определено осенью. Почему? Потому что весна у нас мгновенно проходит, быстро. И, значит, земля ещё мёрзлая. Почки уже раскрылись. Она сажает до распускания почек. А земля мёрзлая. Мы не можем пересадить деревья. По прогнозам, прижиться на новом месте должны до 70% саженцев. Но необходим правильный уход. Так, например, на полив только одной берёзки или ёлочки должно уходить до 100 литров воды, чтобы влагой пропиталась не только корневая система, но и сама яма, в которой высажено дерево. Насколько эффективным был уход, будет видно уже летом.